Всем привет, мои многоуважаемые зрители. Ну что ж, третья часть, которую так просили, по Макдональдсу, а именно по завтракам. Очень много всего будет, я попросил купить всё утреннее меню, не знаю зачем, но мой ассистент реально купил всё. Но зато это будет доказательство того, что мы здесь не голодаем, мы едим, я сказал в Макдональдсе, но нет, мы едим в нашей прекрасной вкусной дочке и даже не думаем о том, чтобы мариновать ежей на зиму. То есть, ну, типа, еды хватает. И Макдональдс, завтраки, это тема прикольная на самом деле, хотя мне кажется, большинство блюд слишком вредные для того, чтобы есть их на голодный желудок с утра. То есть, ну, типа, там мне, ну, я вот не могу себе представить, я обычно с утра реально ем кашу какую-нибудь, что-нибудь такое, чтобы, ну, сделать почву для последующего поедания говна, там, пива, чипсов и так далее. Потому что на голодный желудок всякие бургеры, ну, это реально тяжело представить. Это те же желудки, какать с самого утра постоянно Макдональдсом, это, ну, вкусной точкой точнее, это типа напряжно. Поэтому для меня это всегда было сомнительно, но, с такой стороны, завтраки мне всегда нравились. Они прикольные в том плане, что у меня вот их бургеры, вот эти маффины, макмаффины, я даже для особо не шарик, как они называются, они у меня всегда по кайфу были, но я никогда не мог их купить, потому что завтрак заканчивается слишком рано, я встаю в 3 часа дня. О каком завтраке может идти речь в Макдональдсе уже давно стандартное меню к этому моменту. Это меня, кстати, калит. Я считаю, что завтраки, ну, вдруг я ночью работаю, да, позавтракать хочу, они должны быть всегда, в любой момент. Обратная, кстати, тема тоже работает, то, что ты не можешь приехать с утра и купить какой-нибудь чизбургер или Big Taste, это тоже тупо, ну да ладно. Дамы и господа, ситуация сейчас непростая, и поиграть во многие игры не представляется возможным. Но партнеры канала Хайлайтов приходят на помощь к малюткам с бесплатным решением. На текущий момент на проекте WoW Sirus более 60 тысяч игроков в сутки. Игровые миры построены на самом популярном патче 3.3.5. Призовой фонд вырос до 5 миллионов рублей на PvP и PvE активности, хотя еще недавно он был всего лишь 2 миллиона. Перед стартом вам будет нужно выбрать игровой мир, который предстоит покорить. Скорж! Игровой мир с многолетней историей. На нем доступны все PvP и PvE нововведения, уникальная система прокачки после 80 уровня, усилки, черные бриллианты. Ну и все последующие разработки нового контента будут сначала доступны тут. Алгалон! Сервер, приближенный к чистому 3.3.5. Этот сервер идеально подходит для любителей PvP батарей. Sirus, только что открывшийся игровой мир, станьте первооткрывателем. Проекту уже 10 лет и за это время было сделано много нововведений, которые позволят получить максимум удовольствия от мира Warcraft. Переходите по моей ссылке в описании, выбирайте игровой мир и проделывайте свой путь к вершине. Итак, любой... Вот оказалось, что в меню дохрена на самом деле питание, которое якобы здоровое. Любой качок вам скажет, любой на спорте чел скажет, что надо есть с утра яишенку какую-нибудь, еди водолон, белок и все такое. И короче, вот эти вот коробки с восходящим солнцем каким-то стрёмным, они все, их было больше даже, но там просто чуть-чуть повторяется. То есть яишница с ветчиной, без ветчины, с сыром, с сыром и ветчиной и то же самое с омлетом. И вот я 4 отобрал, более-менее различающиеся. В каждом просто кусок хлеба и, соответственно, либо омлет, либо яишник. Вот это, вот это, вот. Прекрасное блюдо. Это, ну, яишенка какая-то с сыром. Вот давайте попробуем. Сравним с домашней. Я, правда, не знаю, зачем ради такого ехать или идти во вкусные точки. Потому что, ну, яишницу, любой дурачок может, мне кажется, дома замутить себе или омлетик. А тут еще и сомнения есть определенные относительно, ну, того, что это вообще за яйца. Ну, кстати, а что, довольно прикольно. Какие-то они пластиковые на самом деле. Реальные яйца иногда купишь и есть не захочется. А эти прям, как я, пропитаны яйцевостью. Такой нежной, воздушной яйцевостью. А, смотрите. Огромный это сыр, если что, желтый. Это не желток, желтка здесь вообще нет. Вот это плавленый сыр. Причем такой, знаете, обычный. Не кусок какого-то сыра, который расплавили, а именно плавленый сыр просто. Кинули на горячее яичко. И кусочек такой белый, ровненький у самого белка яичного. Сомнения в натуральности. У меня этих яиц, мне кажется, их могут делать еще, там, я даже не знаю, из пластилина какого-нибудь. То есть, ну, это все-таки... Я не верю в натуральность подобной пищи. То же самый вариант. Даже не верится, что такое в Макдональдсе продают, на самом деле. То же самый вариант. Две булки и два кусочечка ветчинки. С такими же яйцами. Два кусочечка ветчинки. Ну что, попробуем ветчинку. Ветчинка прохладная. Яички, комнатная температура. Прям как у меня, ну, блядь. Я узнаю эту ветчину. Угадаю с одной ноты. Это мироторговская ветчина. Не могу сказать, что она, я говорю, вкусная. Правильно, таких и можно. Но есть можно. Только жидистая немного. Мне больше с яйцом, с сыром понравился вариант. И, кстати, можно было бы объединить. То есть, сырная яичница. Точнее, с пламенным сыром. И вот еще сверху эта ветчина. Возможно, такой вариант там тоже присутствует в меню. Не знаю. Не, ну, слушайте, это прикольно. Я вот еще взял воды. Обычной, да. Вместо колы налил себе на голодный желудок. И даже у меня нет пока никакой изжоги. Это редчайшее вообще событие, когда человек ест Макдональдс. И у него в первые пять минут не начинается изжога и понос. В какой-нибудь столовке с утра примерно так же могут. Накормить. А я вот ничего плохого не вижу. Наоборот, здоровее будете. Блин. Хотя, вот сейчас мне попалась частичка желтка. И, бля, какой же он отвратительный. Ой, ужас. Так, теперь то же самое. Опять ветчина Мироторговская. Но теперь это, я не знаю, вот я показываю, видно или нет. Да, видно. Теперь это омлет. Ну, или что-то похожее на омлет. Потому что мне так кажется, что это омлет. Что-то такое слоеное, желтое. На вкус, ой, на запах, точнее, на вкус еще не пробовал. На запах это как вспотевшая сперма, блядь. Вообще яйца, их запах с детства мне не нравится. А вкус желтка прям, наверное, одна из самых нелюбимых вещей во всем мире. Не знаю. Этот омлет могло бы спасти, говорит, наличие сыра. Или если бы он был более соленый, это просто омерзительно. О! Да вот кто не любит яйца, я их не особо люблю. Но вот те можно было есть. Причем в любых вариациях. И с вещинкой, и с сыром. Но этот омлет, боже ты мой. Это прям вот худшие воспоминания. Из детства, блядь. Просыпаешься в школу, родители на работу, времени нет, нормальную еду приготовить. И они какой-нибудь хуйню делают из яиц вот такой вот омлет. Он вроде как выглядит прикольно. Такой слоеный, желтый. И ты думаешь, блядь, наверняка какой-нибудь прикольный солененький. Хап! А это вспотевшая сперма, блядь, как она есть. Фу, нахуй. Лучше еще кусок ветчины съем. Блядь. Ветчина попалась не очень хорошая. Ну, посмотрите, какая прожилка. Она прям, ну, типа даже разжевать не получается. Но это эмиратурговская ветчина. Как повезет, с каждым куском. Блядь. Я по поводу булок ничего не могу сказать. Они какие-то засохшие и воняют салом. А в этом вообще дырка какая-то в этой булке. Вот, посмотрите, дырка, в которой что-то черное, блядь. Вот. Смотрите, глубину этой дыры. Черная дыра просто. Непонятно. Годите. Из нее можно достать что-то. Из этой дырки. Во. Какую-то шкварку. Сомнительные булки. Короче, так же самый омлет. Блевотный. Но теперь с пожарным беконом. Омлет я это пробовать больше не хочу. Бекона закину. Бекон, конечно, чуваки, ну не знаю. Видимо, тоже мегаторговская продукция. Там я видел, продаются у них уже такие поджаренные беконные слайсы. Вот, короче, в магазине прям продают. Видимо, сюда их и кидают. Потому что это не выглядит как что-то пожаренное к омлету. Это выглядит как пожаренное заранее лет 15 назад. Посмотрите, она желтая. Весь какой-то. Неаппетитно. Но надо потестить. Английский завтрак. Ежай, но бекон всегда покайфен, на самом деле. Его не особо здесь много. Но зарядить, так сказать, ваш желудок сальцом, чтобы пророгались прям с утра он может. Я не особо понимаю, как британцы живут вот эти... Блин, уже видите, что-то началось. То есть, не особо понимаю, как британцы живут эти бобы с яиченкой, овсянкой, еще жареные какие-нибудь две сосиски и жареный бекон. Блядь, это путь, на самом деле, к какому-то гастриту моментальному лично для меня бы был. Но кто-то уважает такой завтрак. Он считает, что зарядится энергией на целый день, если побольше сала въебет жареного с утра. И таких людей я тоже могу понять. Вот для них, наверное, это подойдет. Короче говоря, из всей этой темы мне понравился только не омлет, омлет вообще не понравился. Мне понравилась яичница, залитая сыром. Точнее, не залитая, а на которую кинули просто квадратный плавленый сыр. Ну, потому что яйцо с сыром как-то нормально сочетается, особенно если там много белка. Чем меньше желтка, тем лучше для меня. Там мне вообще желток не попался. Ну, а ветчину можно и в магазине купить, ради этого в Макдональдс ехать. Я не знаю, ну, это глупость какая-то. Переходим к следующему пункту меню. Это русское национальное блюдо под названием блин. Блин, ёпта. Ну, или по-американски... Ну, там есть панкейки, и это тоже как-то называется. Че-то типа того же. Вот так это выглядит. Ну, я не знаю даже. Я помню, фильм был «Крылышко или ножка» с луидофинессом, где из резины делали, короче, продукты питания. И там, короче, из чего-то похожего делали капусту. Такой же круг какой-то резиновый, пластмассовый кидали, из него капуста подрастала. Ну, этого малюха, конечно, я такого вообще никогда не видел. Ну, вы, блядь... Вместе с ним дали вот такой вот джем абрикосовый. Как из этого пайка армейского. Ну, джем это уважаемый. Правда, это джем какой-то с наебочкой. Смотрите, какая гигантская ванна у этого джема. То есть здоровенная. И сколько... Блядь. Сколько места занимает просто края этой ванны, на самом деле. Ну, ладно. На джем, короче, немного попустили меня. Могло бы быть побольше даже на два блина, наверное, и не хватит. Ну, что, блины еще тепленькие. Знаете, я как-то брал блины в маке. Они были сальные, мерзкие и такие же жидные, только еще и подгоревшие. А эти, я даже не знаю. У меня опять ощущение, что они купили магазинные блины и подогрели в микроволновке даже без масла. И есть это можно. Это не отвратительно. Но ни в какое сравнение с реальными блинами это не идет. Это полуфабрикат. Самый натуральный. Ну, в смысле, самый натуральный, ненатуральный полуфабрикат. Самое вкусное здесь это джем. Но это я могу съесть. Реально. Вообще без проблем. Никого мерзения не вызывает. Да, резиновое. Да, безвкусное. Да, несладкое. Да, непонятно из чего. Да, какие-то... Они даже какие-то толстые жуются плохо, потому что резиновое. Но это очень легко естся. Я не знаю, почему. Возможно, я чувствую, что это потом будет тяжестью отдавать в желудке, но жрать это несложно. Ладно, нам еще нужно место. Пузя. Поэтому я не буду доедать второй. Но, в принципе, если бы я очень захотел блин на завтрак, я бы мог это съесть. Вообще без всяких проблем. Единственное, я бы понадеялся, что из фастфудных рядом будет реально какой-нибудь блинный фастфуд, типа теремка или еще что-то. Я сейчас не буду разбирать, какие блинные фастфуды лучше, какие хуже. Потому что я сто лет у них не был. Только теремок на ум приходит из названий. Но это по сравнению с реально раскатанными блинами. Полная, конечно, шляпа, но есть можно. Так, переходим к следующей порции хрючево. Я вот очень любил на завтраках в Маке, по-моему, это хэш-браун называлось, такая драйвинг, короче говоря. Вот я не знаю, агент, которого я послал за пищей, сказала, что купила все позиции, которые были в меню. Она никогда вообще не видела завтраков во вкусной точке или в Макдональдс. Поэтому она даже не знает, что такое хэш-браун. И, ну, тяжело ей объяснить было. Она сказала, не знаю, продается или нет, но купила типа все, и раз его нет, значит его нет. Хэзэ, есть он в меню, нет, мне лень проверять, там, гуглить или еще чего-то, но его нет. И это меня расстроило. Но зато есть что-то другое, что я опознать не смог. Это какие-то, не знаю, рулетики, короче говоря, что за рулетики, сейчас проверим. Кстати, все меню примерно в два косаря обошлось. Все вот внутреннее меню Мак. Ты знаете, никогда не угадаешь, вот с Маком там все настолько выглядит непонятно порой, что никогда не угадаешь, что тебя ждет. Вот кто не знает, что это такое, так же, как и я, вот попробуйте угадать. Я лично думал, что это рулеты с майонезом и колбасой, блядь. Оказалось, что это сальные, жирнющие, омерзительно, блядь, маслянистые рулеты. Блядь, это просто пиздец. Вы посмотрите на мои пальцы просто после этих рулетов, вы посмотрите. Это и есть невозможно, это просто сало. И знаете, что внутри? Изюм с творогом. В соленом, сальном тесте, изюм с творогом. Я бы понял, если бы это было пюре с куском пожаренной сосиски, например. Но это изюм с творогом. Я не знаю, блядь, в этом мире у всего есть свои фанаты. Я уверен, что сейчас куча людей, обожающих вкусные точки, смотрят и такие, блядь, это самое вкусное, что там есть в утреннем меню. Изюм с творогом в сальном, блядь, тесте. Но, на мой взгляд, это просто какое-то, блядь, кулинарное преступление, нахуй. Пиздец. Блядь. И в уровне сало с шоколадом. Просто кошмар. Мне даже страшно представить... Нет, от этого реально, блядь, плохо. Моментально плохо. Страшно представить последствия питания чем-то подобным. Причем, изюм с творогом, это, наверное, самые безобидные продукты. Я прям вижу, как создатели этого сидели. Так, у нас же фастфуд, изюм с творогом, это слишком круто, это слишком здоровое питание. Чтобы такого придумать, давайте закуячим это в слоеное сальное, блядь, тесто. Мне руки сейчас мыть придется, ну, вы прикиньте, я потрогал едва-едва эту хрень. Я понимаю, что есть блюда, которые... Которые, ну, типа, тоже бывают сладкими и при этом жирными, типа, пончиков. Не донутов, а именно, вот, русских пончиков. Но мне кажется, это какой-то бред. То есть, реально, это настолько говняно. С утра, я удивился, на завтрак в Макдональдсе подаются наггетсы. И знаете что? И знаете что? Утренние макдональдские наггетсы, либо они смотрели мое видео и приняли критику, то, что они бледные, умершие своей смертью, маленькие наггетсы, они то ли их красить начали, то ли больше масла добавлять. Вы смотрите, какой оранжевый ублюдок, блин. Реально. Такое ощущение, что, может быть, они с утра еще, типа, недавно, недавно только сдохли, они бегали там по кухне. Я не верю, что это из курицы. Скорее всего, это, ну, вот какое-то животное, типа, таракан. У него четыре ножки, оно бегает. Вот они его поймали, фрики ухуйнули. В общем, видимо, он еще свеж. Блядь, а нормальный наггетс. Помните те суходрочные наггетсы, которые есть было невозможно? Из прошлого выпуска про мат. Ничего не понимаю. Это вкусный наггетс. Офигенно. И масла столько, сколько надо. И панировка. Ну, я не скажу, что хрустящее, но норм. Мне кажется, это как-то связано с тем, что с утра фритюр не заспан еще. Я говорю, в чем их готовят? Ну, что-то должно быть какой-то лайфхак, потому что... В том, что наггетсы с утра вкуснее. Потому что, ну, я иначе-ка за. Посмотрите, какой он роз... Оранжевый. Розовый, хотел сказать. Это по сравнению с теми голубыми, которые ел тогда. Да. Я не уверен, что наггетсы несут с утра себе какую-то пользу. Но, так или иначе... Я даже съем четвертый. Всего четыре, я съем последний. Так или иначе, это позиционируется как куриное мясо. Так что мясо диетическое. Ну, панировки масля с сырным соусом. О, как заболело. Но, тем не менее. Это я зря. Надо было ограничиться небольшим количеством. Еще одно утреннее блюдо. В Америке очень популярны в последнее время бургеры. Мне знакомый, я так скажу. Бургеры, в которых булка бургерная заменена тостами. Здесь же это не бургер пока еще до такого еще пока не дошли. Это просто... Блядь, это самая странная куня, которую я видел. Это просто два куска хлеба тостового. Причем один перевернут не той стороной. Это, если что, корка. И между ними сыр. Это корка, если что, хлебная. То есть, ну, тут не видно, но... Короче, он как бы... Это начало буханки, что ли, как это назвать. Не знаю. Мне кажется, он... Или так и должно быть. Нет, этот нормально отрезан. Окей. Хлеб с сыром. Типа тост. Вообще, хлеб очень вреден. Я не буду читать лекцию о здоровом питании. Вы можете посмотреть на меня и сказать, блядь, это пельмень с огромной головой, пивным пузом, блядь, нарисованными усами. Сейчас будет нам рассказывать про здоровое питание. Да, блядь, пиздец. Но я глубоко уверен, что хлеб это одна из самых вредных вещей. На самом деле, вот у нас культ хлеба. Как-то так вот существует, да, в стране. То, что там вот война, хлеб, там каждую крошку надо собрать, хлеб нельзя выкидывать, хлеб от святоя, все с хлебом, с хлебом. На самом деле, хлеб вреден. Типа мучное, от него толстеют, плохо переваривается, плохо усваивается. Глютен, сахар, все это в хлебе, ну, типа полный кал. Извиняюсь, любители хлеба, потому что, ну, типа, сейчас наверняка вам какие-нибудь зрители поставят, что там сердечный приступ. Но вот реально очень много проблем со здоровьем из-за того, что с детства все с хлебом. Вот эти тосты, это тоже вредно. Ну, ладно, давайте попробуем. Бутерброды, опять-таки, тоже очень нездоровое питание. Так получилось, что я практически всю школу жрал бутерброды, потому что на перемене после 4-го урока как раз их и давали детям, блядь, бутерброды. Ну, неудивительно, что я тебе, блядь, пивозавр. Ну, это просто какой-то пластиковый, пластилиновый, такой же, как примерно блины по натуральности хлеб, который положили в сомнительный сыр. Не менее сомнительный, непонятный сыр. Ну, не знаю, зачем такое впасть, опять-таки. Взял два куска хлеба, если ты такой любитель, между ними сыр засунул бы, съел сам. И наверняка это будет, ну, тоже не супер полезно, но лучше, чем вот что-то подобное. Так, в утреннем меню тоже есть роллы. Честно вам скажу, если это опять этот фреш-ролл, который я в прошлый раз съел, то я его даже заедать не буду. Роллы в Макдональдсе. Это самое вообще невкусное, что есть. Блядь. Так, я сразу выкинул отсюда омлет. Я даже не вздумаю никогда вот... Это тот самый омлет. Я даже, ну, не подумаю о том, чтобы это в рот взять. Знаете, я не буду такого в рот брать. Внутри, помимо него, чуть-чуть какой-то плевок сыра. Здесь только майонез и совсем мало зелени. Очень мало зелени, кстати, стали класть во вкусные точки относительно мака. И какая-то котлета. Вот котлеты просто укушу. Котлета свиная. Как во фрешах. Ну, вот в макмахинах. Фрешах макмахинах, в обычных макмахинах. Во фрешах это я как-то неправильно выразился. Но вы меня поняли, короче. Как в бургерах. Но взять что-то, где присутствует этот омлет, для меня это, ну, неприемлемо. Он просто омерзителен. Ну, ладно, я ради интереса попробую. Может быть, конкретно здесь он не был так омерзителен? Блядь. Просто ужас. Даже более-менее приличная котлета это не перебьет, как будто прелый член сосну. Ну, просто ужас. Фу, блядь. Не-не-не, ни в коем случае это не берите. Ну, опять-таки, может, и у этого есть фанаты, но это просто объективно, отвратительно. Даже саму котлету после этого омлета, который лежал рядом, есть невкусно, потому что это как, ну, я не знаю, купить сникерс, положить его, а потом прийти и увидеть, что ваш друг на него, ну, типа, плюнул, короче, или еще что-нибудь в этом роде. Ну, вот это подносик. Здоровое питание утреннее, завтраки. Поднос с разноцветными бульгерами. Сейчас будем пробовать все. Не повторяйте это дома. Естественно, я все это не съем, просто понадкусываю. Итак, начнем, знаете, с чего тут было? Вот, чтобы закрыть тему бутерброда утреннего, мадональдсовского. Такой же бутерброд с сыром, но еще и с мироторговской ветчиной, которую везде пикают. Не знаю, как раньше было. Я помню, что как-то раз брали завтрак с друзьями. У меня один знакомый или знакомая попросила именно или попросил именно вот это, сказав, что это прям вкуснятина. Типа, ветчина, сыр, хлеб, вау. Знаете, с более вкусным хлебом, с более вкусным сыром, с более вкусной ветчиной. Это было бы просто разогретой в микроволновке, или, да, ну, можно хлеб в тост, или разогреть, положить между булками ветчину и сыр, и получится то же самое. Ну, это классическая формула. Это реально, ну, типа, можно погреть. Но конкретно этот бутерброд, ну, посмотрите. Вам не кажется, что он должен быть как-то, ну, более трехмерным, что ли, блядь? Он как 2D спрайт выглядит. Ну, спрайт не в смысле напиток, а в смысле нарисованный что-то. Можно, конечно, сказать, что пока я его вез, его сдавило. Но, честно говоря, он такой и был, когда я его забирал. Но он плоский, как земля. Как наша планета. Ну, ладно. Утренние бургеры. В прошлый раз я оставлял то, что мне нравится на последний. В итоге не доел бип-тесте, поэтому я возьму то, что знаю, что мне нравится. А нравится мне из утреннего меню бургеров больше всего двойной, двойной. Фреш, фреш, макмахин. Кстати, тут так и написано. Двойной фреш. Ну, макмахин, блядь, просто. Почему тогда, блядь, не назвать просто заведение Дональдс, нахуй? Это же, ну, нормально было бы. Уберите просто это мак и все, Дональдс, блядь. Тем более у нас любят Дональда Трампа. Только популярнее было. Чувак, который придумал вкусную точку, или хозяин. Типа, Дональдс, блядь. Назови Дональдс. Не еби мозг. Переназови, еще не поздно. Все охуеют и скажут, ебать ты гений. Ну, это я гений, конечно, но тем не менее. В общем, двойной фреш макмахин. Блядь, куда делась вся зелень? Ну, а что, больше нет зелени в стране? Алло. Раньше он был фреш именно за счет огромного количества зелени. Где, блядь, зелень? Кто спиздил всю зелень, блядь? Тут майонез и помидоры, все, больше нету нихуя. Под микроскопом только можно разглядеть зелень, и я не понимаю, зелень это или плесень? Это, блядь, нихуя не фреш больше. Мне нравилось именно то, что, несмотря на то, что здесь две жирнющие огромные свиные котлеты, сыр и майонез, было столько зелени, что он действительно был фреш. Причем нигде нет зелени, в роли не было зелени, там, где она должна быть, нигде нет зелени. Интересно, сухометка какая-то. Нет, в целом, мне по-прежнему супер нравится вот эта вот булка, мне по-прежнему нравится эта котлета, она по-прежнему та же самая, примерно, свиная, приятная. Мне очень не хватает в основном меню такого бургера. Но я никогда бы не подумал, вот в детстве, когда ешь такой бургер, наверное, похожий, ты, наоборот, выкидываешь все эти соленые огурцы, зелень, еще какую-то залупу. Но сейчас за это цепляешься, как спасательный круг нормального вкуса. То есть вот эту химозу жрешь, и попадается тебе, ну, типа зелень, блядь, какой-нибудь салат, и ты такой, ебать, натюрлик. Даже если он какой-то резиновый, ты такой, да, ты как бы прикасаешься к чему-то такому природному, освежающему. Поэтому это и был фреш, блядь. А не потому, что он просто свежий, типа, а не, ну, хз. Ну, теперь двойной, беспонтовый. Потому что зелени нихуя нет, а котлет дохуя. В итоге получается сухомятно очень. При том, что котлеты, ну, действительно стали какими-то суховатыми, на мой взгляд. Я помню, однажды три двойных фреш-мак-махина съесть смогу. Ну, такой... Ну, он меня не то, что бы расстроил. Мне сказать, что он меня порадовал, я не могу. Это печально. Давайте найдем обычный. Обычный, одинарный фреш-мак-махин. Может быть, он будет более... Че у них с упаковщиками стали? Блядь, вы посмотрите на это. Если что, все лежало в отдельных пакетах. Это не могло произойти из-за транспортировки. Блядь, он на Пакмана какого-то похож. Посмотрите. Пе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Пиздец. Все какой-то... Сыр как-то хуево у них плавится. И все каким-то зеленым оттенком отдает. Неаппетитно, пацаны. Не знаю, стали бы вы есть такое на завтрак, если бы не знали вкус этого. И, честно говоря, ну... Прошло совсем немного времени. А я бы уже его в микроволновке подогрел. Потому что он какой-то аж ледяной. Ну, ладно. А, давайте провелку на зелень проведем. Итак. Ее нет. Вот это что такое? Что это? Вот это вся зелень. Вот она. Вот все. Вот это вот. Я советую брать слово фрэш из названия. Пусть это будет просто маффин, блядь. Теперь бы я в натуре брал бы, наверное, одинарный. Двойной сейчас, без зелени. Не имеет никого смысла. Его просто трудно есть, этот хоть. Ну, попроще. Что-то я расстроен. Мне уже и булка кажется не той, блядь. И котлеты. Когда видишь такую компоновку, когда все как будто, ну, на отъебись слепили, положили, спиздили зелень, аж как-то, ну, не знаю. Сразу расстраиваешься, короче. Мне кажется, котлета была все-таки более насыщенной в плане специи. Она какая-то островато-соленая была. А это только по краям хоть какой-то вкус дает внутри. Я даже жую, я бы даже не сказал, что она свиная, например. Какая-то такая серая, волокнистая. Да нет, ну, понятно, что свиная по консистенции и по всему. Но, не знаю, вот как-то трудно объяснить. Знаете, как будто это даже не котлета, а какая-то свиная тушенка, слепленная в плоскость котлетную, из которой изъяли всю соль. Что-то такое. Какое-то месиво, какой-то фарш. Но, да, понятно, что котлета, и это и есть фарш пожаренный. Но здесь как-то, не знаю, странно так все. ХЗ. Если раньше я прям расстраивался, что макзавтрак только с утра, и я не могу нажраться макмайфинами, фреш макмайфинами, то есть сейчас я даже не расстроен, я даже доедать не хочу. Чувствую себя обманным. Так, смотрим, какие еще есть варианты макмайфинов, точнее макмайфинов. С яйцом и сыром, с яйцом и пеконом, с яйцом и свиной котлетой, и просто с свиной котлетой. Буквально по одному укусу, иначе я уже чувствую, что можно будет, блядь, скорую вызывать. Итак, маффин со свиной котлетой. Опять-таки смотрим, сыр, который они стали плачивать, он какой-то непонятный, то есть это просто такое ощущение, такое ощущение, что это какой-то, знаете, такой советский дешевый сыр, который ломтями кидают, потому что он вот так вот плавится, вот в странное такое нечто, и к нему все прилипает намертво. Сука, отрывайся, блядь. Ну вкуснятина, посмотрите. Просто аппетитнее некуда, так и хочется поскорее попробовать. И так это у нас, в общем, просто со свиной котлетой. Без всего. Здесь даже майонеза нет, просто сыр, котлеты и вот эта булка. Причем булка какая-то урезанная, то есть как будто эту булку, которую в МакМаффинах, ну, ее разрезали пополам, да, а потом еще срезали, еще, блядь, с нее, оставив только две корки. Вы знаете, вот за счет того, что конкретно этот бургер нахуй сгорел весь, блядь, и это видно, он вкусный. Я не знаю почему, но котлета настолько невкусная была в предыдущих, что... При том, что раньше я их любил, эти котлеты, мне кажется, они особо не поменялись, но что-то, я не знаю, что-то пошло не так, то ли приготовили как хуёво. Но вот здесь она сгорела, и она хотя бы имеет вкус. Вкус горелого... мяса. Такого, знаете, свиного, как... когда шашлычок сгорел. Аминь! Нормально, но, опять-таки, очень сухомятка, прям вообще пиздец, тут даже соуса нет. Так, маффин с яйцом и свиной котлет. То же самое, та же самая свиная котлета, тот же самый сыр, и яйцо из начальных завтраков, которые я показывал. Не буду это есть. Блядь, это ужасное сочетание лично для меня. Свиная котлета с яйцом, плюс уже, ну, сколько я записываю, наверное, минут 40, поэтому... Не, не могу. Блядь, я вот поэтому фреш МакМаффин и любил, потому что с яйцом, на мой взгляд, ну, просто несъедобно. Знаю, что многие берут именно с яйцом, но ладно, надо хотя бы кусок Илья. Наверное, невкусно. И они все с яйцами остались. Этот с яйцом и сыром, а этот еще и без сыра что-нибудь. Нет, есть какой-то сыр, вот он. Хотя он не яркий урожен. Чем этот отличается? Блядь, тут нет котлета, это просто ебанное яйцо в сыре. Знаете, я думал, шутки про бургер без котлета, это типа, ну, шутки. Но кто-то, наверное, и такое ест. И получается маффин с яйцом и беконом. Дайте угадаю, здесь просто яйцо, и на нем... Да, серьезно? Не, ну... Типа, я все понимаю, теперь я хотя бы знаю, что такое маффин, блядь. Это очевидно, это булка. Ну, ебать. Это кто-то в здравом уме в натуре заказывает? Ребят, я никого не хочу оскорбить, я понимаю, что на любую пищу найдется любитель, но имхо... Это уж совсем какие-то странные варианты развития событий. Короче говоря... Блин, я матмаз, к сожалению, превратил в дерьмо. Я пытался там распробовать котлетку отдельно, что-то отдельное, посмотрите, что получилось. Ммм, вкуснятина. Короче, фреш, макмаффин, одинарный. Норм, блины, норм, наггетсы, как ни странно утренние, я не знаю, разницы, наверное, нет, но тем не менее норм. Вот мой заказ был бы на завтрак. Блины, одинарный, не двойной, потому что фреш ушел из маффина. Маффин, блины, наггетсы. Все. Все остальное в топку, блядь. Просто хуя-та. Не знаю, есть ли хэш-браун в меню, но мне попробовать не удалось. Его не было ни в одном пакете. Если он бы был, я бы его обязательно взял, но я не думаю, что хэш-браун можно изговнить. Но я понимаю, сейчас с картошкой напряженка, поэтому возможно и хэш-браун пока нет. Короче, все-таки макдональдс это пища не для меня. На этом просто заканчиваем с позиции. Я не буду даже, наверное, новый Биг Мак пробовать, мне это неинтересно. Я не хочу есть макдональдс, мне хуево от этой еды. Я продолжаю называть макдональдс, потому что я не вижу разницы. Реально. Если бы я делал эти обзоры два года назад, год назад, я бы сказал примерно то же самое, за исключением пары моментов. Сыр был немного другой, картлеты, может быть, чуть поярче. Но это мелочи, блядь. Меня постоянно выставляют. Последнее время, когда я делаю обзоры на вкусные точки, типа то, что во, блядь, теперь они там жрут вот это дерьмо вместо божественного Макдональдса и используют чуть ли не как инфоповоды все это. Да нет! Я же просто объясняю, что, ну, типа, это хайпово, то, что вместо Макдональдса теперь другое заведение. Я, наверное, решил похайповать. Ролики в тренды попали, но я изначально и говорю, что это просто вредная, невкусная пища. Как это вообще можно вместо завтрака нормального, блядь, есть? Это же просто пиздец. Не, понятно, если вы какой-нибудь дальнобой, мимо проезжаете, больше нихуя нет, это норм. Наверное, по приколу, раз там в месяц, когда в Фрэш-Мак-Маффине еще была зелье, него можно было навернуть, но реально от этого кайфовать. Блядь, там до сих пор очереди в этой вкусной точке, пиздец какие, даже на завтракать, я хуею. То есть народ это реально ест. Я не хочу, типа, говорить, блядь, ну, это смешно, слышать от алкоголика, который ни с одной из своих страстей не может справиться, типа, ешьте кашу по утрам, но от этого явно, ну, можно прям серьезных проблем со здоровьем нажить, потому что здесь и холостерин, и огромное количество, ну, кстати, жира стало меньше, на жире тоже стали экономить, кроме того странного рулетика с творогом и изюмом, везде все какое-то сухое, сухомятное такое, не знаю, но в любом случае за организм вам спасибо не скажет. Вот моя мысль была, не то, что теперь у нас вместо Мадональдса вкусная точка это кал. Вместо кала кал, то есть кал заменил кал, и это почти тот же самый кал, то, что раньше кал был более рыхлый, а теперь более твердый, да какая разница, типа, сорта говна, по большому-то счету, поэтому, если вы хотите это как какое-то, как сказать, перемогу, да, выставить, то вот, мое мнение, честно, мое мнение, вот честно, при ребрендеринге этого заведения, извини, изменилось что-либо по минимуму, блядь, если бы просто ничего не произошло, и начали бы продавать, вот, ну, просто в один день вот эти вот продукты, никто бы не заметил подмены, ну, кто-то, может быть, какой-нибудь, на чем он сказал бы, блин, сыр какой-то странный стал, там, типа, ну, он неплохой и нехороший относительно того, что был, да, примерно то же самое все, так что, вкусные точки, вкусные точки, но, по сути, это тот же самый Макдональдс, он продолжает работать, в России продолжает делать довольно-таки невкусную, странную, стрёмную еду, но какие-то перемены, все-таки, минимальные, даже я заметил, то, 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 та же пропажа зелени, ну, она, блядь, в натуре пропала, я знаю, я говорю вот в 50-ый раз, но это так, то же самое с картошкой, типа, реально, ну, картошки фри иногда не бывают, просто тупо, я уж молчу, а там, картошки по-деревенски, или кэш-браун, не знаю, но это никак не связано с непосредственно самим Маком, это дефицитами на картошке, я так понимаю, ну, или там, со вкусной точки, потому что это во всех сетях питания сейчас так, ладно, чуваки, больше этих фаст-луды жрать не хочу, не буду, блядь, невкусно, вредно, и удовольствия мало от этого получаешь, то есть, раньше, как-то в детстве, поход в Мак, в каком-то смысле, был радостью, потому что говна наешься, типа, весело, блядь, клоун, а сейчас я уже взрослый, вроде и вкусно, и точка, блядь, но клоуну убрали, возраст уже не тот, от этой еды рыгаешь, пердишь, гадишь, блядь, и хуёво себя чувствуешь, давление поднимается, и нахуй тогда такое есть, согласитесь, лучше я свое здоровье посажу чем-нибудь, что мне, блядь, реально поднимет настроение сейчас, пива Андреем, например, ну, типа, я и против пива Андрея, естественно, я за здоровый образ жизни, пацаны, зузж, блядь, ладно, все, давайте, всем пока.